Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, как измерять толщину жидкого лакокрасочного слоя. И задачей каждого маляра является не просто окрасить изделие, но также и выдержать определенную толщину сухого лакокрасочного покрытия. А для того, чтобы рассчитать, какой жидкий слой надо наносить, как я уже говорил в предыдущем видео, нужно знать объемную долю сухого остатка. И тогда мы можем точно рассчитать, какой сухой слой у нас получится на выходе. Сегодня мы с вами будем наносить продукт Evoprotec 202 и обратимся к техническому паспорту, и мы видим, что объемный сухой остаток составляет 59%. Предположим, что техническая задача обеспечить 120 микрон сухого лакокрасочного покрытия на всем изделии. Для того, чтобы нам рассчитать, какой нам нужен жидкий слой для этого, мы берем 120 микрон и делим на объем сухого остатка. Получаем с вами примерно 200 микрон. И как же нам измерить толщину жидкого слоя? Для этого нам понадобится специальный инструмент, вот такой, который называется толщиномер жидкого слоя. В народе его просто называют гребенком. Он бывает различной формы, но самое главное, что в этом инструменте есть несколько граней, которые имеют различную градацию. На каждой грани этого инструмента есть упоры, и между ними измерительные ножки, которые удалены на определенное расстояние от поверхности. И расстояние это измеряется естественно у микрона. Переходим к нанесению. Женек, открывай! Кстати, сегодня нам помогает наш замечательный технолог Женя Фомин. Поехали. И что я сейчас делаю? Я вижу, что на гребенке мне нужно найти 200 микрон. И этой стороной, этой гранью я прислоняю к только что выпрешенной поверхности. Смотрим на результат. Не окрасилась ни одна грань. Это говорит о том, что мы не набрали ни 175, ни 200. Берем градацию меньше. Смотрим, что у нас все ножки закрашены, 150 в том числе. Я делаю вывод, что здесь толщина между 150 и 175. Задача маляру добавить еще слой, чтобы мы добрали 200. Женя, поехали! Я опять прислоняю к гребенке там, где 200. Мы видим, что у нас закрасилась ножка 175, 200 и 225 микрон. Это означает, что толщина жидкого слоя у нас находится в интервале между 225 микрон и 250 микрон. Как вы смогли заметить, пользоваться этим инструментом достаточно легко и просто. Если вы хотите попадать в заданную толщину сухого слоя, то каждый маляр на вашем производстве должен быть обеспечен гребенкой. Важно отметить три вещи. Первое, что это высокоточный инструмент. И для того, чтобы его произвести, нужно дорогостоящее высокоточное оборудование, которое вырежет эту гребенку из металла. И среднестатистическая цена данной гребенки составляет от 3 до 6 тысяч рублей за одну штуку. Если вы пользуетесь какими-то дешевыми гребенками, то, скорее всего, результат измерений будет неточный. Второе. Инструмент этот нужен для того, чтобы, по сути, маляр мог откалибровать свой глазомер. Опытный маляр по внешнему виду покрытия сможет с высокой точностью определить, какая толщина жидкого слоя нанесена. И, по сути, ему нужно в самом начале настроить свой прицел, и дальше он будет идеально красить уже без этого инструмента. Если вы работаете с неопытным маляром, то, конечно, этим инструментом придется тыкать довольно часто. Надо не забывать, что после того, когда мы использовали этот инструмент на лакокрасочном покрытии, остались характерные следы. И, соответственно, если мы пытаемся измерить толщину жидкого слоя финишного, декоративного и, чаще всего, высокоглянцевого покрытия, то мы с вами повредим поверхность. Этот инструмент нельзя использовать на финишных слоях. Что нужно делать? Как я и сказал во втором пункте, мы берем тестовую деталь или тестовую пластину, откалибровываем маляра и, дальше он идет красить без гребенок. Распространенные ошибки. Ошибка номер один. Если вы окрашиваете криволинейные поверхности, то это надо учитывать. Если поверхность кривая, то измерения тоже будут кривы. Ошибка номер два. Это измерение через паузу после нанесения. Большая часть растворителя испаряется в первые 5-10 минут после нанесения. Соответственно, тыкать гребенкой нужно прям сразу после того, как маляр окончил окраску. Третья ошибка. Это измерение второго слоя лакокрасочной системы тогда, когда первый слой еще полностью не просох. По сути, вы втыкаете гребенку и проминаете первый слой и получаете искаженное значение толщины финишного слоя. Ну и последняя ошибка, когда гребенка не меняется в течение длительного периода. Гребенки бывают из алюминия, они достаточно быстро стачиваются, бывают из нержавеющей стали, они служат гораздо дольше. Ну и на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы очень любим на них отвечать. И дальше будет только круче. Всем пока!